Всем доброго здравия на долгие лета. В этом сюжете хочу поделиться сложностями переходного периода, связанного с импортозамещением в области программного обеспечения, а конкретно о нашем родном видеохостинге Яндекс.Эфир. Был подписан закон о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями и об обязанности владельцев соцсетей блокировать запрещенную в России информацию. Закон не предусматривает каких-либо санкций или репрессий за неисполнение требований о блокировке. Но, как было сказано, социальные сети будут делать это искренне и ответственно, понимая важность удаления недостойного контента. Кроме того, было сказано, если социальная сеть сомневается в том, какого качества контент она может подумать сутки, после чего ограничить доступ и обратиться в Роскомнадзор за разъяснением, тот, в свою очередь, за три дня должен дать ответ, правильно ли они поступили или доступ надо вернуть. Как добросовестный блогер своей необъятной родины, я узнав о возможности введения санкций к платформе YouTube, поспешил весь свой видеоконтент переложить на видеохостинг Яндекс.Эфир. И вот тут-то я столкнулся с очень интересным трактованием допустимости видеоконтента на хостинге Яндекс.Эфира. Что могло не понравиться из видео шестой части о макете Москвы, не понял. Возможно название, но название это взято из списка содержания на самом макете. Три моих видеоклипа были забракованы модераторами, хотя идентичные копии этих клипов имеются на платформе YouTube и уже давно прошли всевозможные проверки, в том числе и на авторские права. Я несколько раз отправлял в течение месяца сообщение в техническую поддержку Яндекс.Эфира, но ответа так и не пришло. Это аналогичная ситуация с первой частью о выставке на ВИТЭХ. На этом видео видно, что три моих клипа в окне браузера с Яндекс.Эфиром выделены. Основная часть за этим браузером – это окно браузера с творческой студией YouTube. Может они подумали, что в этом видео содержится супер секретная информация? Но нет же, все взято из общественного доступа, из интернета. Сейчас на видео вырезка сюжета из этого клипа. Клипка производится на ведущих фабриках в Тайване, успешно использующих новейшие технологические разработки японских инженеров. А вот клип «Гик Пикник Онлайн». Тут я думаю, что им не понравилось. Это то, что я показал слишком правдивую информацию о качестве проведения этой выставки. Далее небольшая вырезка из этого клипа о «Гик Пикник Онлайн». Это обзор онлайн-фестиваля «Гик Пикник», прошедшего с 6 по 8 августа 2020 года. «Гик Пикник» – это крупнейший научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и творчеству. В этом году при подключении к некоторым… Тут видно, когда я подключался к онлайн-конференциям, качество предоставляем видеоматериала у некоторых представителей слегка хромало. С образовательными организациями, в общем-то могу посоветовать, если тут кто-то слушает сейчас, пользоваться этой системой. Она очень удобная. Так, тут пишут, что качество картинки плохое. Так, хм, качество картинки… Сложно, у нас выставлено автоматически какое-то. Так, хорошо, после нашего вебинара я попробую поэкспериментировать с качеством картинки. Возможно, оно ещё не очень хорошее, не только из-за… Ну, качество должно быть хорошее, в общем-то. Возможно, это из-за интернета, что, ну, платформа перегружена, поэтому, возможно, качество не очень хорошее. Вопросов нет? Ну, раз вопросов нет, расскажу ещё вкратце про нашу организацию СКБ 4 МАИ. И, в общем-то, надо будет уже завершать нашу. Вот так я неоднократно отправлял сообщения в техподдержку Яндекс.Эфира. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, как говорится, запретный плод сладок. Я переименовал немного свои видеоклипы на Ютуб, которые были заблокированы на Яндекс.Эфире. Пусть народ знает. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кому понравилась тема, ставьте лайки. Кто хочет что-то сказать, пишите в комменты. ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. ТРЕТЬЕ. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. ЧЕТВЕРТЕ. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений составляет государственную тайну, определяется федеральным законом. И ПЯТОЕ. ГАРАНТИРУЮЩАЯ МУЗЫКА ГАРАНТИРУЮЩАЯ МУЗЫКА Цензура запрещается. СВОБОДА СЛОВА СВОБОДА СЛОВА Это гарантированная государством возможность беспрепятственно выражать свое мнение и убеждения по самым различным вопросам общественного, государственного и иного характера посредством устного или печатного слова на собраниях, митингах, другими средствами. Право свободно выражать свое мнение, как это формулируется в международных правовых актах, включает свободу придерживаться своего мнения и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. СВОБОДА СЛОВА Свобода информации выражается прежде всего в праве каждого искать и получать информацию. Применительно к СМИ это право конкретизировано в статье 38 закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года о средствах массовой информации с изменениями и дополнениями действует в редакции от 16 октября 2006 года, которое гласит, что граждане имеют право на оперативное получение через СМИ достоверных сведений о деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений и их должностных лиц. Эти сведения должны предоставлять СМИ по запросам редакции, а также путем проведения пресс-конференций и в иных формах. Граждане и организации вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных федеральными незаконами. Статья 8. Исключением является информация с ограниченным доступом, конфиденциально составить государственную коммерческую служебную или иную тайну. Свобода информации выражается также в праве каждого свободно передавать, производить и распространять информацию законными способами. Отсюда вытекает недопустимость монополии государства на производство и распространение информации. Средства распространения информации могут быть как государственными, так и общественными, частными. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кому понравилась тема, ставьте лайки. Кто хочет что-то сказать, пишите в комменты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА